Всем привет, друзья! С вами Amway921, и сегодня мы поговорим про Panthera M10. Это немецкий премиумный средний танк седьмого уровня, который имеет очень-очень тяжелую судьбу. Дело в том, что во все времена своей жизни он был настолько плох, насколько даже не хватит моих слов это описать. И в патче 9.17.1, это было уже довольно давно, его апнули. И в этом видео мы разберемся, как он сейчас, что в нем есть, ну и в очередной раз придем к мысли, стоит ли рассматривать для покупки премы седьмого уровня. Они недорогие, данные стоят 5 750 в голды, но стоит ли он того? Вот в чем вопрос. Если вы не знали, у машины есть интересная деталь. Во-первых, ее цвет американский, и как же так, это вроде бы немецкая машина. Дело в том, что исторически пытались замаскировать Panthera под M10, чтобы использовать это в боевом преимуществе. Ну, в итоге, как говорит история, все машины, которые были перемаскированы таким образом, были один фиг уничтожены. Собственно, орудие. Самое главное достоинство и, опять же, недостаток в данной машине. Как же так? Потому что у пушки все предельно хорошо, все очень здорово, кроме одного. Разовый урон. Копеечные 135, и с этим жить очень тяжело. Мало того, она, ни черта, еще и не пробивает ББшками, голдой там хотя бы. Но как только дело касается с кем-нибудь разменяться или с танком выше по уровню, то ты точно понимаешь, что это вообще история не про тебя. Никакого счастья и радости здесь уже не ждет. Вообще, если немножко абстрагироваться, то мне достаточно сложно про данную машину вам рассказать объективно, потому что у меня с ней довольно длительная история знакомства. Я помню ее, когда она была прям совсем откровенным дерьмом. И настроение немножко как бы изначально уже не про счастье и радость. Потому что я помню, насколько этот танк был тяжел. Однажды, когда-то, я поставил своей задачей сделать видео обо всех танках в игре, чтобы любая машина, которая вас интересовала, вы могли сразу быстро и бегло ознакомиться со всеми ее достоинствами и недостатками, чтобы понимать, как на ней играть. Ну а если в случаях премов, понимать, покупать их или избегать наоборот. Если все другие машины в игре кому-то нравятся, кому-то нет, то данный танк во все времена был одним из самых таких проклятых, что ли. Потому что он отвратителен был практически для любого игрока. Хорошего, плохого, большого, маленького, начинающего или заканчивающего. Но времена меняются, да, наступил патч 9.17.1. Это, по-моему, как типа наследие Муразора. Там еще разработчики немного пытались поправить какие-то плохие совсем танки, которые совсем не нужны. А это вроде бы премиумные машины, да, это типа доходность Wargaming и все-все-все-все. И после этого патча уже немножко по-другому эта машина играется. Давайте я вам назову буквально в двух словах, что у нее поменялось. Если вы были фанатом данного танка, вы это поймете. Ну, а если вы не фанат, то, по крайней мере, будете знать, что было у нее изначально. Собственно, точность была раньше 0.35, стала 0.32. Теперь это вполне себе танк, оправдывающий свое громкое название «Пантера». «Пантеры» во все времена в немецкой ветке были снайперскими машинами с хорошей точностью и, в принципе, с неплохими пушками. Также танку значительно улучшили скорострельность. Раньше перезарядка одного снаряда была 4.5 секунды, сейчас 4. И ДПМ суммарно базовый 2025, что сильно выше по уровню. И теперь тут появилась правда и логика. То есть маленький разовый урон, но скорострельность высокая. Так в World of Tanks было почти всегда. Большой разовый урон, маленькая скорострельность. Обзор. Раньше машина не видела ничего вообще, кроме своего носа. Обзор был 350, в принципе, сейчас особо не поменялось, но 365 явно лучше. Прибавка в 15 метров. Также добавили максимальной скорости переднего хода. Было 46, стало 55. Ну и, наконец, то, что оббито вокруг этой «Пантеры», это вот эти вот коричневые бронелисты 5-миллиметровые, теперь они по праву стали экранами. А раньше можете себе представить, что всей этой брони как бы не было. Ну и она нарисована, визуально ты ее видишь в игре, но она урон не принимает, не танкует, и само собой под ней, как бы под всей этой мишурой, скрыта просто «Пантера». Итого, значит, что с этой машиной стало? Неплохо, в принципе, разгоняется, если с горочки и едет довольно быстро. Например, в начале этого боя я в лесу на мураванке чуть было не откис, потому что слишком много врагов прорвалось. И хорошая максималочка, и в целом удильная мощность, которая была базовая, там, чуть за 15 лошади на тонну, дала мне возможности убежать. Это хорошо. Как только убежал, открывается возможность вести более-менее точный прицельный огонь по всем, с точностью 0.32. Мало того, у ПТшки и стабилизации ведь еще целую кучу наворотили. Ей уменьшили разброс от поворота башни, от поворота корпуса, даже разброс после выстрела. Я не случайно данный средний танк назвал ПТшкой, потому что играется этот средний танк именно как ПТшка. У нас нету одного сейчас, и этого не добавили, как бы там экранами нас не обмазывали. Нету брони. Практически в любое место, куда бы нам не выстрелили противники, нас пробивают. Будь то маска, корпус, верхний бронелист, нижний и так далее. По смыслу, да, это та же самая обычная Пантера, и все на них играли и помнят, что, ну, невозможно танковать на Пантере практически ничего, кроме каких-нибудь там пятых уровней, которых мы довольно редко видим. Все остальное нас пробивает, и поэтому размениваться, или каким-то образом быть в прицеле у врага, нам нужно стараться делать этого меньше. Чем больше дистанция, тем лучше для нас, по крайней мере, безопаснее, и где-то мы можем, если хотя бы попасть, то уже хоть как-то быть полезным. Интересная история у данной СТшки с процентом побед, потому что изначально он был 49,5, что, в принципе, довольно много для ЙОТТХ, те, которые были, потому что раньше УПТ не было вообще ничего, плохое пробитие, маленький разовый урон, она еще не ехала раньше, стабилизации не было никакой, после каждого выстрела тебе еще нужно было досвестись, что вообще парализовало полностью стрельбу и все возможности вести огонь на дальней дистанции, и винрейт 49,5 это много, потому что будь такой танк прокачиваемым, и на нем играли бы обычные игроки, мы бы увидели здесь и 47, наверное, даже, наверное, и 46% побед, потому что выигрывать на ней, это прям, ну, подвиг, это прям, ну, знаешь, танк для джедая, когда ты только силой джедая и магией какой-то можешь выигрывать, ТТХ-шками, пульками, броней со своим обзором, ну, слабо можно как-то повлиять. Я ожидал, что эта прибавка даст что-то внушительное, ну, то есть было 49,5, а будет там 50 хотя бы процентов, или честный тип того, но оказалось, что статистика даже еще и ухудшилась, 49,2, нынешний процент побед машины за последний месяц. Что это нам говорит? Ну, во-первых, патч 9.18 значительно внес коррективы во все танки, особенно такие, как наш, а у нас он внезапно еще и льготный, премиумный, то есть данная машина не попадает в бои против девятых уровней, и это означает, что впоследствии она также будет, как и все льготные премиумы, переработаны когда-нибудь, но об этом мы потом и поговорим. Пока же, пока, хватает ей более чем за глаза всего того, что она встречает сейчас, и поэтому то, что статистика выросла не сильно, а даже на борт упала, ярко нам говорит о том, что матчмейкер поменялся не в нашу пользу. Мы не так, как раньше видим бои в топе часто, когда мы действительно танк седьмого уровня, а другие там шестерки, пятерки под нами. Сейчас на этих всех уровнях играют, ну, вы знаете, какие танки чаще всего, то есть почти все бои были против восьмерок, изредка какой-нибудь одноуронивый залетит. То есть попасть в полноценный топ, как это было раньше, сейчас, ну, у меня вот не получалось, сколько я не пытался поиграть, сделать для этого танка видео. И одновременно с этим еще и сложность. Как выигрывать? Как настреливать? Как каким-то образом выделиться, например, на поле боя? Вот взять хотя бы тот бой на Мураванке закончился он тем, что просто мы со Скорпионом, ну, понимали, что мы выезжаем и умираем, нас высвечивает пилот хоть как, и ждали их атаки. Ждали три минуты. Атаки так и не случилось, закончилось ничьей. Нельзя на этом танке выехать вперед и подумать, что я сейчас как-нибудь подсвечу, а еще лучше засвечу, еще и перестреляю. Когда у всех разовые уроны, там, на восьмых, седьмых уровнях значительно выше, чем наши уколы, эти китайского иглоукалывания, 135 альфы, конечно, против никого мы не выстоим, да? Любой танк нас ушатает, только на удачу играть. Я вот, ну, после этого боя, например, вот на Ильхалуфе понял, что играть в какой-то скилл или, ну, в перетерпеть на этой машине почти бесполезно. Ты играешь, ну, как бы делаешь более-менее рискованное чего-нибудь, и если тебе повезет, если удачно все выйдет, и пулька врага в тебя не попадет, а твоя попадает, например, такое бывает в половине случаев, то тогда ты и настреливаешь, и наигрываешь. Как только ты начинаешь на этой машине играть, как будто бы каждый бой, как последний, то ничего хорошего не выходит. В общем, к чему я? Машину значительно улучшили, и это глупо отрицать. То, какой она была плохой, даже уже и вспоминать не хочется, потому что, по моему мнению, это был один из самых худших танков в игре вообще. Один из самых худших. Ну, наверное, СУ-ЦУ, пожалуй, для меня похуже, а вот потом эта Пантера бы смело занимала второе место со дна из всех машин, на которых я бы хотел играть. Сейчас, в принципе, налет вот этих вот эмоций остался. Играть по-прежнему неинтересно. То есть, ты вроде бы в теории и можешь с кем-то разменяться, но с тем, кто в тебя промажет, например, да, или с тем, у кого маленький разовый урон, или с тем, кто уже отстрелялся в союзника. Тогда ты чувствуешь и скорострельность свою, и так далее, тому подобное. Но на самом деле такие ситуации бывают очень нечасто. И в целом, в целом, ничего особо толком не поменялось. То есть, ТХ улучшились, и стало прямо, ну, совсем меньше страданий, когда вот ты просто, ну, уничтожен просто самой машиной еще в ангаре. Сейчас на ней можно пытаться настреливать. Ну, а вот фармить, что самое главное для прем-танка, на ней по-прежнему затруднительно. Потому что и пулька не пробивает бронебойная, и летит долго, на дистанции не попадешь, хотя вроде бы ты снайпер, и так далее, и тому подобное. В общем, если она у вас на аккаунте есть, не продавайте с ней, ничего не делайте пока, мало ли ее улучшат, как льготный прем, но если ее у вас нету, то покупать здесь я считаю нечего. Ну, а на сегодня все. Если вам понравилось видео, оставляйте комментарии, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok